Говард Лавкрафт Забвение Перевод Олег Мечковский Когда настали мои последние дни, и ничтожные мелочи жизни стали сводить меня с ума, подобно тем каплям воды, что падают на голову несчастной жертвы в камере пыток. Я стал все чаще искать прибежище в лучезарном царстве снов. Там я находил ту толику красоты, которая мне так недоставала в жизни, и подолгу бродил по старым запущенным садам под сенью очарованных рощ. В тех снах, где ветер был теплым и пряным, я слышал зов юга, и, устремляясь ему навстречу, парил в безбрежном пространстве под неведомыми звездами. А в снах, где моросил дождь, я скользил в челноке по неподвижной глади сумрачной подземной реки, пока не попадал в страну пурпурных закатов, разноцветных деревьев и неувидающих роз. Еще мне снилось, будто я иду по чудесной золотой долине, вступая в тенистую рощу с живописными развалинами, и останавливаюсь перед высокой, сплошь увитой плечом стеной с крошечной бронзовой калиткой. Я часто видел этот сон. И с каждым разом проводил все больше времени в прохладном полумраке среди высоких, причудливо изогнутых стволов, меж которыми тут и там виднелись потемневшие от времени камни древних храмов, погребенных в черной сырой земле. И всякий раз пределом моих ночных скитаний становилась могучая, увитая плечом стена с крошечной бронзовой калиткой. День ото дня все сильнее ощущая на себе тяжесть серых и однообразных будней. Я с нетерпением ждал наступления ночи, чтобы вновь перенестись в чудесную долину и бродить по тенистым рощам, вкушая неизъяснимое блаженство. С некоторых пор я даже стал подумывать о том, чтобы остаться там навсегда и покончить с прозябанием в этом безрадостном мире, лишенном прелести и красоты. И когда я глядел на крошечную калитку в могучей стене, я сердцем чувствовал, что она ведет в волшебное царство грез, откуда нет возврата. Отныне я каждую ночь занимался поисками по тайной Щеколды, отодвинув которую, я смог бы пройти через калитку в древней, увитой плещом в стене. И хотя все старания мои были тщетны, я не отчаивался и продолжал свои поиски. Ведь там, за стеной, меня ждало лучезарное царство вечной и прекрасной жизни. В одном из снов я забрел в призрачный город Закарион, и там нашел древний манускрипт, испещренный размышлениями мудрецов, которые некогда жили в этом городе и были слишком мудры, чтобы родиться наяву. Манускрипт этот содержал многочисленные свидетельства о мире снов, и в том числе одну легенду, где говорилось о Золотой долине, священной храмовой роще и высокой стене с крошечной бронзовой калиткой. С первого взгляда я понял, что эта легенда повествует о тех самых местах, где я столь часто бывал, и я долго вчитывался в пожелтевший от времени свиток. Одни из мудрецов восторженно расписывали чудеса, оттаившиеся по ту сторону стены. Другие с содроганием говорили об ужасах и великих разочарованиях. Я не знал, кому из них верить, но желание попасть в ту неведомую страну разгорелось во мне еще сильнее. Ибо ничто так не притягивает нас, как тайна и неопределенность, и ничто так не пугает, как проза повседневности. Поэтому, как только я вычитал про снадобье, с помощью которого можно проникнуть за калитку в высокой стене, я решил прибегнуть к нему перед очередным отходом ко сну. Сегодня ночью я принял это снадобье и перенесся в Золотую долину с тенистыми рощами. На этот раз калитка оказалась открытой, и из нее исходило ослепительное сияние, придавая еще более причудливый и загадочный вид искривленным стволам и куполам погребенных храмов. Окреленный увиденным, я устремился навстречу красотам и радостям той страны, откуда не бывает возврата. Но когда калитка распахнулась шире, и чары снадобья сна перенесли меня по ту сторону стены, я понял, что моим надеждам на великолепие и красоту пришел конец. Ибо там, куда я попал, не было ни суши, ни воды, но одна сплошная белизна пустого и безбрежного пространства. Я, охваченный блаженством, о котором я не смел мечтать, я заново растворился в исходной бесконечности кристального забвения, откуда демон по имени Жизнь призвал меня на один только краткий и безотрадный миг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!